Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня, как вы уже поняли, опять у нас с вами будет мукбанг. Я буду есть 10 йогуртов. Сначала я подумала взять разные, как-то пробовать, а потом подумала, что лучше будет, если я возьму свой любимый. Это у нас значит чудо и жирненький. Я не люблю вот эти легкие йогурты. У меня такое ощущение бывает, что я просто пью кефир. Поэтому я взяла именно жирненький, с клубничкой, с ананасом. В общем, все, как я люблю. И остановите видео на этом, делайте свои ставки, как вы думаете, смогу ли я все это съесть. Я думаю, что смогу, хотя не факт. Попробуем. Также, чтобы видео не было скучным, я задала вопросы в своем инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите, что в следующем видео ваш вопрос прозвучал. Ссылку я оставлю в инфобоксе. Вопросов очень много, и причем одни и те же люди задают по 10, по 20 вопросов. Я надеюсь, что я успею на все их ответить. Например, вот я вижу сейчас 1АЗБАКУ. АЗ1, вот такой ник. Задает здесь очень-очень много интересных вопросов. Итак, с какого йогурта бы начать? Давайте с моего любимого ананасового. Открываем. Как пахнет. Я не знаю, как вы, но я с детства любила делать вот так. Причем йогурт, который находится именно на вот этой вот бумажечке, был самый вкусный. Привет, Айка! У тебя теперь все видео будут про еду, а про косметику ты не будешь снимать? Кстати, это очень часто задаваемый вопрос на моем канале. Буду ли я продолжать снимать про косметику? Я думаю, что навряд ли на этом канале будут косметические видео. Потому что здесь очень большая аудитория людей, которые подписались ко мне именно из-за мукбанков. Есть, например, парни, я сейчас начну снимать про косметику, но начнутся недовольства. Поэтому выход есть. Я хочу еще один канал, где у меня будут не прям косметика, а что-то в влоге, разговорные какие-то видео. Я думаю, что так будет справедливее. Еще у меня есть такая идея открыть кулинарный канал. Где я буду готовить, а потом на вот этом канале это есть. Первый очень хорошо зашел. Вкусно-то как. И посмотрите, какой он густой. Вот, очень густой. Такого цвета персикова. Конец. Первый готов. Второй вопрос. Твой любимый магазин одежды или обуви? Надеюсь, что ты ответишь. Так как этот вопрос был одним из первых, конечно, отвечу. Я не могу сказать, что я фанат какого-то одного бренда. Мне как-то, если честно, без разницы. Я могу купить и супер дешевую вещицу и быть счастливой. Например, вот эта вот маечка, которая сейчас на мне стоит вообще прям копейки. В магазине купила Нью-Йоркер прям недавно. Ммм, с клубникой, как же это пахнет. Хотела бы ты когда-нибудь убить человека, который тебя бесит? Интересный вопрос, конечно. Интересный. Но если прям серьезно убить, то нет. Никогда таких криминальных мыслей у меня не было. Ну, у меня был такой случай. Один раз одним мальчиком подралась во втором классе. Никогда не забуду. Он меня жутко бесил. Так, чтобы прям драться. Я, конечно, эмоциональная, но не до такой степени, чтобы прям с куваками бросаться на человека. Стоит ли прощать людей? Меня подруга предала. Я ее простила. Сложный, конечно, вопрос. Кто-то говорит, что каждый человек имеет право на первую ошибку. Я лично считаю, что нет. Если человек тебя предал один раз, и ты это простила, то будь готова, что и второй раз, и третий раз тебя обязательно предадут. Хотя что воспринимается предательством? Это, конечно, обширный вопрос. У меня не было такого в жизни. Хотя нет, было. У меня был такой случай. У меня подруга очень мерзко поступила по отношению ко мне. Точнее, не подруга, а сестра моей подруги. Ну и подруга сама тоже. Я не хочу про это рассказывать. Прям в голове крутится, но я думаю, что пусть это останется на их совести. Сейчас я с ними не общаюсь. Я считаю, что нельзя людей прощать. Когда человек вас предает, он уже делает выбор. Не в вашу пользу, между прочим. Как ты относишься к девочкам с высокомерием? Я не отношусь к людям с высокомерием. Наоборот, я не люблю таких людей, которые, по сути, ничего не представляют о себе, а очень высокого мнения о себе. Не понимаю. Сколько дружите с Фатимой? Ну, с Фатимой мы дружим два года после создания моего канала. Хотя моему каналу нет два года. Значит, мы где-то год дружим. В общем, я начала смотреть ее видео. Я не подозревала, что она тоже смотрит мои видео. Я не писала в комментариях, но только втихушку смотрела и была подписана. Потом она сравнила два хайлайтера, как сейчас помню. Один был от Эльф и другой, по-моему, от Голден Роуз. Я написала свое мнение. Не помню, что именно я написала, но увидела этот комментарий. Ответила. Мне было очень приятно. Оказывается, она тоже меня смотрит. Потом мы быстро в тот же день перешли на Инстаграм, переписывались в Инстаграме, затем перешли на Ватсап и сразу же решили встретиться. У нас столько с ней общего, оказывается, было. Первый день, когда мы с ней познакомились, то есть начали общаться уже так, весь вечер мы болтали. и были просто в шоке от того, насколько мы родственные души. Я съела три. Далее идет четвертый. Запиваю все это дело водичкой. Открываю ваш новый вопрос. Ты очень красивая. Спасибо большое. Когда выйдет новое видео? Мама, если честно, меня ругает. И говорит, что вот люди ждут. Снимай новые видео. Но вы просто учитываете в тот момент, что кроме моего хобби у меня есть основная работа, которая занимает очень много времени. Получается, я только вечером прихожу домой, и то устала, и после работы. Я стараюсь по возможности больше снимать. Но почему-то летом у меня бывает такое странное состояние. Мне постоянно хочется лежать, пить воду, и ничего не делать. Слушать какую-то грустную песню, и все. Чудо с клубникой. Это просто чудо. Божественно. Вот интересный вопрос. Было желание уйти с Ютуба? Очень странно, но в последнее время у меня бывают такие мысли. И дело тут не в просмотрах. Если так смотреть, то все двигается только вперед. Все идет в гору. Но несмотря на это, иногда бывают такие комментарии, которые касаются, например, твоих близких людей, маму, папу. Не знаю, когда начинают писать какие-то гадости. Тебе просто хочется забить на все это и закончить свою деятельность. Меня, честно, это очень задевает. Про меня могут писать все, что угодно, и меня это не сильно ранит. Но когда пишут что-то про моих близких, мне становится очень обидно. Это просто чудо. Какая твоя любимая еда? Я, если честно, ем все. Но не все, многое люблю. Если прям из блюд выбирать, я очень люблю пиццу. Люблю капсэндвич, какой-то фастфуд, наггетсы. Все, что нездоровая еда, это ко мне. Я обожаю. Хотя, смотрите, по мне даже не скажут, что я так много ем. На работе надо мной прикалываются, что как ты столько ешь и не поправляешься. Также еще один вопрос там был. Мой рост. У меня рост 1,68 м. Я считаю, что я высокая. Но по сравнению с азербайджанскими девушками, если, например, брать русских девушек, они намного выше. И, наверное, я себя жила в России. Как сказала Схватима, я бы чувствовала себя коротышкой. Ну, слава богу, я живу здесь. Я дама высокая. Скоро и жирная. Очень вкусно. Я крутая. Следующий. Сколько штук я съела? Пять. Шестой. Причем с таким аппетитом. Далее, значит, есть вопрос. В каком городе я жила в России? Он испорченный. Фу. Один йогурт испорченный. Смотрите. Ой, господи. Фу. Давайте сделаем антирекламу. Чудо. Потому что этот йогурт на самом деле испорченный. Причем сроки нормальные. Но от него воняет, как от мусорного бака. Ужас. Фу. Фу-фу-фу. Ну, ничего. Трифтим все дальше. Дальше у нас йогурт нежный. Вот так вот он выглядит. Немножко другого оттенка. Как он пахнет бананом. Очень вкусный. Он слаще, чем чудо. Причем это прям явно. Нереально вкусный. Надо было все брать от нежный. Ты смотришь турецкие сериалы? Если да, то какие? Чай или кофе? Наверное, чай. Я очень люблю чай. С чем-нибудь сладеньким. А что касается турецких сериалов. Я вообще не смотрю сериалы. Я считаю, что это пустая трата времени, сил и так далее. Этот йогурт однозначно мне понравился больше. Называется он нежный. На самом деле очень нежный. Немножко жиденький. Осталось вот три. Как вы думаете, я семь? Ну, конечно же, да. Все, что нужно тебе для счастья. На самом деле очень интересный вопрос. Для каждого человека счастье это что-то иное. Кто-то думает, что счастье заключается в деньгах. Я так не считаю. Мне кажется, наоборот, счастье заключается в всех вещах, которые невозможно купить за деньги. Например, те же подписчики. Любовь этих подписчиков. Да, вы можете накрутить себе подписчиков. Но вам никто не будет писать комментарии. Например, любимый человек рядом. Невозможно купить эти чувства. Очень вкусный йогурт, на самом деле. Клубничный вообще бомба. Опля. Опля. Я видео снимаю. Не мешайте мне, пожалуйста. Тоже темнеет. Очень много вопросов касательно моей национальности. В каждом видео я говорю, кто я по национальности. Но опять появляются новые зрители, которые не знают. Отвечу всем. Я живу в Баку. Это столица Азербайджана. Но я лесгинка. И папа, и мама у меня лесгины. Дальше. Как относишься к вам страничкам? Отлично. Если кто-то ведет страничку, в которой много моих фотографий. Что же здесь плохого? Наоборот, я стараюсь продвигать такие страницы. Мне кажется, это круто. Ошибалась ли ты в людях? Конечно. Но я могу сказать так. Если говорить о моих разочарованиях в людях, то большая часть ошибок заключается именно во мне. То есть большинство людей просто так не отворачиваются от вас. Это мы делаем что-то не так, что люди относятся к нам плохо. Все, с этим тоже мы закончили. То есть я, если честно, считаю, что... Ой. Нельзя обвинять кого-то, что кто-то вас когда-то предал. Нужно говорить от себя. Значит, вы выбрали не того друга, который в дальнейшем вас предал. То же самое касается и парней, и отношений. То есть ошибка, прежде всего, заключается в нас. Давайте это уберем. Все. У меня все закончилось. Я надеюсь, что видео получится супер-пупер длинным. Я постаралась ответить на все ваши вопросы. А если вы хотите, что в следующем видео ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Что я могу сказать насчет йогуртов? Они были очень-очень вкусные. Я не могу сказать, что я прям так сильно наелась. То есть этот челлендж можно было даже сделать не 10 йогуртов за раз, а 15. Как вам такая идея? Пишите обязательно в комментариях. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok